Слово «блондинка» уже давно превратилось из простого обозначения цвета волос в сложное понятие. Кому-то золотистые локоны достаются от природы, а кто-то обретает их по собственному желанию. В любом случае, всем попавшим в клуб блондинок приходится постоянно бороться с предрассудками и шаблонами, засевшими в людских головах, пытаясь доказать свое право на счастье. Быть может, именно поэтому такое количество великих и знаменитых блондинок. Давайте вспомним самых ярких из них. Мерлин Монро. Объект желания миллионов мужчин. Красавица, удивительно трогательная и сексуальная в своей беззащитности. С нее брали пример, ей подражали, красили волосы и одевались, как она. Парадокс в том, что самая легендарная блондинка от природы была шатенкой. Но в 20 лет глава модельного агентства, в котором она состояла, настоял на том, чтобы перекрасить ее в блонд, так как светлые волосы выигрышно смотрятся при любом свете. Когда ее только покрасили, Монро написала в дневнике. О боже, какой ужас, мои волосы стали белыми, точно я посидела от страха. Однако именно этот образ впоследствии сделал ее секс-символом и иконой стиля. Именно этот образ она и поддерживала до конца жизни. Анастасию Волочкову трудно представить с другим цветом волос. Кажется, что блондинкой она была всегда, не считая одного случая в прошлом году, когда балерина примерила черный парик. В 18 лет я пришла работать в Мариинский театр и влюбилась в своего партнера Фаруха Рузиматова, вспоминает Волочкова. Потом кто-то из знакомых сказал, что ему нравится светлый цвет волос. На следующий день я перекрасилась в блондинку и позднее поняла, что именно этот цвет волос мне подходит больше всего. С тех пор я и в душе блондинка. Говорят, это не просто цвет волос, а алиби. Менять кардинально образ в жизни не хочу и не буду. Это я делаю на сцене, утверждает Анастасия. Мадонна. Одна из самых эпатажных певиц мира много раз меняла имидж, но цвет волос никогда, по крайней мере, надолго. Быть блондинкой – это абсолютно другое душевное состояние. Я не могу точно объяснить это, но возможность быть блондинкой придает невероятную сексуальность, говорит поп-королева. Мужчины действительно реагируют на это. Спасательница Малибу Памела Андерсон не раз украшала обложки мужских журналов и, кажется, каждый год удостаивалась звания секс-символа. «Недавно актриса подстриглась, но вот цвету не изменила. Только с белым цветом волос я чувствую себя секси, говорит звезда. А вот о новой короткой стрижке иронизирует. Сначала мне казалось, что я похожа на Элис Купера или на ватную палочку для чистки ушей. А еще я переживала, что мне будет просто непривычно с короткой стрижкой. Но сейчас я чувствую себя на миллион. Главное, что я осталась блондинкой». Ксения Собчак Светлые волосы телеведущей стали одной из ее визитных карточек. Ни разу Ксюша не изменяла любимому цвету, только много раз меняла оттенки и, похоже, остановилась на натуральном русом. «Ведь по характеру Ксения отнюдь не блондинка. Я страдала, когда меня воспринимали только как блондинку в шоколаде. И это не давало мне быть счастливой до конца», рассказывает Собчак. «А потом жизнь поменялась. После ухода из Дома-2 я смогла вырасти как журналист, понять, что хочу делать. Сейчас я чувствую, что никто не может меня упрекнуть, что я блондинка в шоколаде. Глупая дочка, которая живет за счет папиной славы и денег». Вот такие они, звездные блондинки, с разными характерами и судьбами.